МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск в студии Кристина Кущи в начале коротко о главных темах уходящей недели. На мемориале Победы состоялся митинг в память погибших участников вооруженных конфликтов разных лет. Жители города возложили цветы и вспомнили именно тех, кто ковал победу для нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Прошло мероприятие в День защитника Отечества. Широкая масленица для жителей и гостей города завершилась народными гуляниями в парке культуры и отдыха. Там выступили творческие коллективы, а сами люди приняли участие в веселых конкурсах, танцевальных мастер-классах и, конечно же, отведали блинов. Второй этап чемпионата и первенства Красноярского края по зимнему картингу завершился для Каннска положительно. Уступив лишь Зеленогорску, наши гонщики встали на пьедестал, взяв второе место. Уже в декабре им предстоит финальные гонки, которые пройдут на территории города Бородино. На сессии городского совета депутаты с начальником каннской полиции обсудили способы защиты детей от вступления в новое неположительное молодежное движение, которое сейчас набирает свои обороты во многих городах региона. Каннск не стал исключением. Шести семьям из Каннска выдали свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. Это стало возможным благодаря муниципальной программе обеспечения доступным и комфортным жильем жителей города. Власти Каннска проводят активную работу по выявлению собственников заброшенных участков и жилых домов в черте города. Началась данная процедура еще в прошлом году. На сегодняшний день в реестр включены порядка 300 территорий. Это земельные участки, заброшенные здания и сооружения, которые представляют угрозу соседям и городу в целом. Проблема содержания бывших общежитий продолжает оставаться острой для Каннска. Люди недовольны управляющими компаниями и с их слов не понимают, за что им ежемесячно начисляют деньги. Сейчас мы находимся в здании бывшего общежития по адресу Шабалина 57. Как отмечают местные жители, еще буквально 10 лет назад его можно было назвать образцом. Внутри поддерживали чистоту, на входе сидела вахтерша. Сейчас же это все больше напоминает декорации какому-то фильму ужасов. Как рассказывают жители, на протяжении нескольких лет управляющей компании у них не было. Но буквально полгода назад она была назначена. Правда, ситуация никак не изменилась. Только теперь ежемесячно в их списке расходов появилась новая сумма за содержание жилого помещения. Куда уходят деньги, люди не понимают. С их слов ничего в здании не делается. И даже элементарно не приходит техничка. Никто ничего не делает. Как дверей входных не было всю зиму, так и нет. Я сама обвернула эту трубу, чтобы она не размёрзлась на входе. Сами ходим, убираем это. Сами вытаскиваем мусор. Ничего не отвечает никто. Мы ничего не... Никто ничего не хочет с нами даже разговаривать. Кроме того, жители признаются, что вечером им страшно выйти из квартиры. В здании постоянно находятся люди маргинального вида, которые ведут себя неадекватно. Сейчас страшно заходить. Не пойми, кто сюда ходит. Как будто притон здесь у нас устроили в нашем общежитии. У нас дети здесь в школу пошли, у нас уже внуки есть. А никому не нужны мы. Сейчас страшно пройти вечером. Кто-то может нужду встать, справить прямо спокойно здесь. Хоть по маленькому, хоть как. Но мы же тоже люди, мы хотим жить. Я уже и участковому говорила. Говорю, пожалуйста, вы как-то займитесь, рейды пройдите. Если не платят, ну как, не собственники, да, арендатели, если не платят за должность, вы гоняйте их нафиг отсюда. Но мы-то почему должны страдать, у нас же всех дети. Во многих квартирах, которые простаивают, появляются странные новые жильцы. Но спустя короткий срок они исчезают. Снимают они жилье или самовольно заселяются, непонятно. Всегда тут один парень какой-то жил, потом второй, смотрю, мужик какой-то. Я здесь только ночую. Потом он ушел, какой-то молодой парень. Вижу, ковыряется в замке. Я спрашиваю, что ты тут ковыряешься? Я здесь живу, кто вам разрешил вот эту дверь эту открывать? Вы тут, я здесь снимаю. Если ты снимаешь, то говорю, так, ответь, что ты снимаешь. Я тебя первый раз вижу, для тебя мужик другой был совершенно. Вот, поковыряться, вот потом, после этого, не знаю, дня три, может быть, прошло, четыре, смотри, тишина, замок повесанный, и все, и нет. Как отметили в местной администрации, отношения между управляющей компанией и собственниками квартир – это их личное дело, к которому мэрия никакого отношения не имеет. Если же построить диалог не получается, тогда жителям для разрешения ситуации можно обратиться в стройнадзор с заявлением. Других же возможных путей решения проблемы никто не называет. Юлия Олейникова, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Расследование уголовного дела о применении физической силы педагогам в отношении ученика одну из школ Каннска завершено. Напомним, по версии следствия, с февраля по март прошлого года учитель физкультуры во время урока заставлял ученика 6 класса выполнять физические упражнения, несмотря на наличие у него освобождения от занятий в связи с состоянием здоровья. В октябре 2022 года педагог в присутствии одноклассников назвал ученика словом, унижающим его честь и достоинство. А спустя несколько дней во время теоретического урока он схватил подростка рукой за шею, причинив повреждения в виде ушиба мягких тканей шеи и ссадины правой щеки, не повлекшие вреда здоровью. Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Сразу после небольшой рекламы мы продолжим наш выпуск. Не переключайтесь. А подарите-ка жене машину! Ведь в Ценоломе и на сайте ценолом.ру посудомоечные и стиральные машины всего от 13 999 и еще много разных машин со скидками до 40%. О, Абсолют более 10 лет оказывает качественные юридические услуги, а также услуги в сфере управления многоквартирными домами. Абсолют – это защита вашего нарушенного права по вопросам любой сложности. Мы оказываем услуги по составлению исковых заявлений в суды общей юрисдикции, арбитражные суды и представления ваших интересов в суде. Также оказываем юридические услуги в сфере ЖКХ. Вы хотите сменить управляющую организацию, создать ТСЖ, но не знаете, как это сделать? Ваша управляющая организация оказывает вам услуги ненадлежащего качества? Наши специалисты помогут решить все ваши вопросы. Чистейший воздух, незабываемый отдых, психологическая разгрузка и море положительных эмоций – это все в санатории-профилактории «Березка», недалеко от Красноярска. Весь март – выгодное предложение. Продолжение следует... Близится международный женский день, поэтому сейчас самое время задуматься, что же подарить представительницам прекрасного пола. В следующем сюжете мы расскажем об отличных вариантах, которые надолго запомнятся милым дамам. Наступила весна, и совсем скоро цветы начнут радовать всех своими красивыми листьями. А вот прекрасным дамам ждать некогда, поэтому уже сейчас они спешат обновить свой гардероб, и помощь им в этом будет явно отличным подарком к 8 марта. Например, в магазине желания как раз можно найти все желаемое для любой прекрасной дамы. Яркое пальто – не проблема. Легкая шубка для тех, кто еще не отошел от зимы – да вот же. Модные куртки и стильная обувь – все есть в наличии. Здесь главное для мужчин набраться терпения, так как ждать долго, мерить даме придется много, выбор уж слишком большой. А вот для представительниц прекрасного пола такая возможность будет только в радость, да и перед вами лишний раз покрасуется в стильной одежде. А это для женщин дорогого стоит. К счастью, с одеждой из магазина желания проблем с вниманием от прохожих явно не будет. Кстати, если вы не знаете размеры девушки, либо не особо любите походы по магазинам, то в магазине желания вы найдете выход и из этой ситуации. Если вы не знаете, что подарить своей второй половинке, у нас есть подарочные серфетикаты на любую сумму. Работает магазин желания с 10.00 до 20.00 в Порт-Артуре-2. Идти за покупками самое время, ведь там сейчас еще и действуют акции. Подобно цветам, женщины прекрасны не только своим внешним видом, но и ароматами, которыми покоряют мужские сердца уже много веков. Кстати, пополнить коллекцию дам можно в магазине Savat. От коллекции элитного парфюма, который здесь представлен, никого не оставит равнодушными. В магазине Savat есть такие люксовые ароматы, как Армани, Шанель, Версачи и другие. Также есть и селективные, которые раскрываются на каждом индивидуально. Они подстраиваются под настроение носителя аромата, под темпераменты, даже погоду. В ассортименте есть все самые популярные на данный момент ароматы. Также в магазине Savat есть и подарочные сертификаты, ведь подбирать аромат дело тонкое, и здесь, наверное, лучше иногда уступить милой даме, что она прекрасно поймет и ни за что не упустит возможность отправиться в волшебный мир захватывающих и чудесных ароматов. Уважаемые мужчины, приходите к нам приобрести элитный парфюм для своей второй половинки. Магазин Savat работает с 10 утра до 20 вечера в Порт-Артуре-2. Заметьте, все находится близко друг к другу, так что можно успеть везде и сделать прекрасную даму счастливой вдвойне. Если вы не знаете, где приобрести качественный и недорогой текстиль для дома, то следующий сюжет окажется для вас полезным. В нем мы расскажем о производстве Каннской трикотажной фабрики. Работа Каннской трикотажной фабрики начинается именно с этого помещения. Это склад сырья. Вокруг меня находится огромное количество необработанного материала, и трудно представить, что спустя несколько этапов из какой-то ткани получится такое милое детское платьишко. В основном производство строится на работе с ивановским трикотажным полотном. Как отмечают сотрудники фабрики, именно оно отличается хорошим качеством, и о нем положительно отзываются не только производители, но и любители качественной одежды. Его главные преимущества – привлекательный внешний вид, гипоаллергенность, приятная к телу структура, ткань подходит как для детской одежды, так и для взрослой. Кроме того, после многих стирок вещь продолжает выглядеть как новая. Сейчас мы находимся в швейном цехе Каннской трикотажной фабрики. Именно здесь происходит изготовление продукции, которая потом попадает на прилавки многих магазинов. Трудится здесь ежедневно более 10 человек, вкладывая в свою работу не только профессионализм, но и душу. Рабочий день у швей начинается очень рано. Необходимый материал, с которым позже и работают женщины, попадает к ним в руки после закроенного цеха. Швейный цех – это заключительный этап производства. Именно от внимательности и усердия у работников зависит то, как будет выглядеть готовое изделие. И трудятся здесь настоящие профессионалы, которые по-настоящему любят свое дело. У нас очень много новой ткани. Они яркие. Сейчас у нас яркие расцветки, хорошие модели. Мне нравится изготавливать. Мне нравится, у меня есть еще одна, и не только трехнитка. Я еще пробиваю петли пуговицы, пробиваю кнопки. Ну, в общем, и вот это вот все такое яркое, интересное. Основное направление фабрики – это одежда для дома. Здесь изготавливают ночные сорочки, нижнее белье, халаты, туники, домашние костюмы, пижамы. Кроме того, производят однотонные футболки, которые партиями заказывают в детские сады или школы для необходимых мероприятий. А также спортивную форму для занятий физкультурой. Это склад продукции Каннской трикотажной фабрики. Здесь находятся все готовые изделия, которые вышли из-под рук мастеров производственного предприятия. Именно отсюда товар поставляется в розничные магазины и на оптовую продажу. Ежемесячно на фабрике изготавливается порядка 8 тысяч единиц товара. Большая его часть предназначена именно для оптовых закупок. Каннск поставляет свои трикотажные изделия по всему Красноярскому краю. И с производством работает очень много предпринимателей, так как они клиентаориентированы, индивидуально подходят к каждому и предоставляют удобные условия. Для них у нас есть особое ценообразование, то есть это оптовые цены. Мы стараемся сделать так, чтобы было комфортно получать нашу продукцию. То есть если у покупателя создаются какие-то вопросы по качеству или по доработке какой-то модели, мы тут же реагируем и дорабатываем это все. Изготавливаем оптовые поставки мы в короткие сроки. Что касается розничной продажи, то в нашем городе есть два магазина. Первый находится по адресу Горького, 41, и вторая точка в торговом центре Порт-Артур, напротив магазина Корзинка. И там даже самый привередливый покупатель сможет найти то, что ему придется по душе. Недаром у Каннской трикотажной фабрики даже есть слоган «Как в СССР, только лучше». Соотношение цены и качества поражает, а от разнообразия моделей и ярких тканей разбегаются глаза. В такой одежде будет приятно не только заниматься какими-то домашними делами, но и принимать гостей. Кроме того, в магазине вы сможете выбрать подарок для близкого человека. В общем, придите и убедитесь сами. А теперь о погоде на предстоящие выходные. По предварительному прогнозу синоптиков, в эти дни в Каннске будет тепло. Уже в субботу в светлое время суток ожидается всего 1 градус со знаком минус. Ночи чуть прохладнее – минус 6. Кроме того, в первый выходной день прогнозируются осадки в виде снега с дождем, а также сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В воскресенье температура воздуха за окном составит минус 3 градуса днем. К ночи опустится до минус 9. А сейчас новости спорта. Наш земляк Сергей Паутов выступил в составе сборной Красноярского края на первенстве СФО под Хэквондо. Соревнования проходили в Барнауле, где всего приняли участие около 100 спортсменов из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской области, Алтайского и Красноярского края. По итогу сложных поединков боец из Канска взял третье место в весовой категории до 80 килограмм. На этом у нас все. Сразу после выпуска новостей вас ждет рубрика «Полезно знать». В студии была Кристина Куч. Всего доброго. До свидания. В магазине «Рассвет» огромный ассортимент товаров для вашего сада и огорода. Здесь представлено более 2000 наименований семян, овощных и цветочных культур. Лук, сивок, удобрения, стимуляторы, грунт для любой растительной культуры, средства отредителей, кассеты, пластиковые торфяные горшки, ящики для рассады. Полезный магазин будет тем, кто ищет садовые инструменты. Тут вы найдете все от культиватора до мотоблока и садово-ручного инструмента. А также в продаже имеются теплицы, парники, укрывной, пленка. Большой ассортимент инженерной сантехники, комплектующих, теплый пол, маты и коллекторная группа. Фитоосвещение. Важно, что все собрано в одном месте. Не езди, не ищи. Ищущие подешевле оценят приемлемые цены и специальные бонусные программы. Город Канск, район поселка «Рассвет», улица Центральная, труд, дом 1. Большая распродажа белорусской обуви по цене всего от 1900 рублей. Она удивительно практичная, очень хорошо на ноге сидит. Легкая, облегченная, особенно для пенсионеров. С 27 февраля по 4 марта. Канск, Московская, 55, ЦУМ, первый этаж. Когда пора ехать? Закажи такси. Максим, приедем быстро. 391-61-277-77. Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку пятого канала и его увидят. Телефон стола заказов 2-05-20. Телекомпания «Канск», пятый канал расширяет свои возможности. 7 февраля жители Канска и Каннского района могут смотреть наши новости в эфире телеканала 360 в кабельной сети оператора «Орион Телеком» на 28-й кнопке. Время выхода оригинала программы «Новости» с понедельника по пятницу в 20.00. Оставайтесь всегда в курсе событий, происходящих в нашем городе. Актуальные новости, объективный анализ и эксклюзивные комментарии о важнейших событиях Красноярского края. Региональный дайджест. Каждую среду сразу после новостей на пятом канале. Мы хотим, чтобы рекламу хотели. Телефон рекламной службы пятого канала 2-17-61. Смотри новости пятого канала в социальных сетях. Подпишись на YouTube-канал. Будь в курсе событий нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова